Важно хорошо начать и хорошо кончить, то есть как с сексом. А если вы влазите куда-то, то это получается изнасилование, вы насилуете чужой труд. Меня уже бесишь. Давайте окунемся в еще один мир зашкваров, на этот раз в технический, такой технический фашизм. Только так и никак иначе тебе нельзя играть. Ничего не надо ложить на деки, никогда. Я блок питания Мака его вытащил и все погасло. Гелем волосы вылизали, вы кожанку одели, флешку приготовили, поскакал в клуб. Прибежал в клуб, воткнул флешку, она не работает. Ой, а что-то еще мне нужно сделать. Про вот это все надо знать. Привет, пацаны и девочки, с вами Тага и вы на канале Школы Про Стерео. Это очередное, надеюсь, для вас полезное видео, потому что вы оставили огромное количество выцклицаний в положительном характере про то, какие бывают в диджейнге зашквары. Но если там были более психологические, то в этот раз давайте разбирать технические. Ну и перед тем, как вы получите порцию полезного для себя, давайте прожмем лайк этому видео, оставим комментарий и, конечно, сделаем репост. Ну и колокольчик не забудьте, чтобы новые серии приходили к вам вовремя. Ну что, давайте окунемся в еще один мир зашкваров, на этот раз в технический, потому что все-таки мы работаем с техникой и очень много тонких моментов присутствуют в нашей профессии. Начну я с обращения с аппаратурой, так как она помогает нам доносить до людей музыку. И передо мной стоят пульты, деки, синтезаторы, какие-то провода, обработка, процессор эффектов, в общем, какие-то интересные железяки. Но я буду говорить о простых вещах, потому что чаще всего 95, может быть и 98% диджеев играют на деках или контроллерах, у которых есть задача свести два трека. И там есть джоги, печи, крутилки какие-то, фейдеры, но в данном случае фейдеров нет. Однако это все техника. И в моей профессии, в моем пути, в моем диджейском развитии, к счастью, в свое время было мало денег. То есть у меня когда-то не было денег на очень крутые железки в любом количестве, в котором бы я когда-то захотел. Я не мог пойти и купить себе сразу там сидиджей тысячи или даже пятисотки, когда они вышли, или техниксы. Я там копил копеечку и потом за много месяцев, отказывая себе во всем, собирал на любимую железку. И один раз у меня даже хотели в Москве отнять деньги, когда я поехал покупать свой первый профессиональный сдвоенный плеер. В любом случае, приключений этих было много, но когда я покупал аппаратуру, я боялся, что она сломается. Ведь не было такой штуки, как гарантия или дядя Вася в соседнем подъезде, который сможет ее починить. Это все просто покупалось с эмоцией «Вау, я буду на этом играть». Когда у меня был первый пульт Берринджер, я на нем поломал уже кнопки, потому что там на них очень сильно долбил, кнопки «Трансформ». Их перепаивали, подыскивали. В общем, это был целый квест. И тогда я для себя понял, что я хочу играть интересно, и мне нужно делать какие-то всякие, такие движения, как краб, выбивание ритма из кнопки CDJ, какого-то ритмического рисунка. И да, я видел, как это делают какие-то скрейч-диджи и перформанс-диджи, но я понимал, что если я буду долбить по кнопкам, то они быстро закончатся, как мой первый пульт. И поэтому я всегда свои новые, дорогие железки берег. И после того, как я это осознал, никакие железки у меня не ломались, кроме тех, которые просто имели детские болячки, и об этом писали в интернете, и мы обменивались информацией. Так вот, самый первый зашквар, о котором я хочу рассказать, это долбление по кнопкам CDJ или плеера. Вот эта вот штука, когда мы слышим звук, уничтожает вашу деку, или чужую, которой вы не обладеете. Другому коллеге потом может достаться кнопка, которая плохо работает. Наверняка многие из вас сталкивались с залипшими кнопками Q и Play, которые просто отказываются нормально. И вот там на краешек нажимается, на другой краешек нажимается, или как-то по центру, типа подавить на нее пальчиком, потому что ее уже угандошили. А на самом деле можно сделать резкое движение, и она сейчас нажалась, но при этом нажать очень аккуратно. Я тренировался делать это так, чтобы я выполнял сложные элементы, то есть была амплитуда замаха руки, но очень легенькое касание в конце, потому что я хотел и зрелищности в своих выступлениях, и при этом не убить аппарат. Кстати, напишите в комментариях, кто сталкивался с залипшими кнопками Q и Play. Здесь есть одна опасность. Первое, вы можете сломать сам микрик, кнопочку, которую в принципе не сложно поменять, и даже есть недорогие аналоги. А можно сломать саму плату, потому что у Дек Пионер она тоже может трескаться. На этой плате находятся две кнопки, и если она сломается, кто-то попадет на деньги. Но вы, конечно, будете долбить, потому что вас так научили. Сюда же отнесу зашквар, в сторону обучающих людей, которые учат стучать вас по Деке. Забейте на эту хрень. Точно не надо стучать по Деке, чтобы нажать на кнопку Play правильно. Просто научитесь ритмическим упражнениям, прокачайте в себе чувство ритма. Например, мы в своей школе наших учеников учим правильно работать с ритмикой, у них вырастает чувство ритма, они начинают чувствовать квадраты, такты, сильные и слабые доли. И для того, чтобы запустить трек в нужный момент, достаточно один раз нажать кнопку Play. Вот эта вот штука, зюк-зюк-зюк-зюк-зюк-зюк, отпустили пластиночку, как раньше, она уже не нужна. Это все очень старые аутфакерские темы, которые работают только в головах у тех, кто застрял в Данистане, как любит у нас Данис Фрост говорит. То есть на сегодняшний момент, когда мы изучаем музыку, мы можем использовать обычные, классические, ритмические упражнения, которыми обучают музыкантов и в музыкальных школах. И, пожалуйста, узнайте их, если вы не в нашей школе учитесь, выучите, научитесь слушать музыку, чувствовать ритм. И тогда вы просто будете делать все движения правильно. То есть технически кто-то скажет, ну мне так удобно, я так чувствую ритм. Вы в этот момент теряете время, вы нажимаете лишнее. Объясню, в чем прикол. Кто-то скажет, я придираюсь. Но представьте себе гитариста, который прежде чем нажать нужную ноту, будет дергать за струну соседнюю, только для того, чтобы на ту нужную нажать правильно и вовремя. Или пианиста, который будет на черные клавиши вдруг придращиваться, чтобы потом нажать до. То есть, типа, ему нужно нажимать на какой-нибудь до диез или что-то еще, обязательно, чтобы запустить мелодию правильно. Но никто так не делает. Все профессиональные музыканты работают сразу с мелодией. Они сразу запускают свою партию в ритм, на гитаре или на фортепиано, потому что они это натренировали в себе. И вы натренируете, потому что вы все-таки, если встаете за вертушки в клубе, играете для людей, и тем более вам платят гонорар, вы уже находитесь в профессии. Вы часть профессионального мира этой музыки и научитесь работать с оборудованием правильно. То же самое касается питча, то же самое касается джога. Не надо на него давить, не надо делать какие-то резкие движения. Вот эти вот вещи локтями, когда там начинают скрейчить и прочее. Это все адская клоунада. Сделайте скрейч нормально, ладонью, аккуратно, нежно, чтобы потом вот этот замечательный сжог не превратился вот в такой вот вибрирующий, который просто убивается. Это зашквары, которые помогают сохранить оборудование, если вы этим не злоупотребляете. Следующий момент, это диджейский пульт. У него есть в данном случае роторы, а есть фейдеры. И есть такая вот штука, дрочим фейдер. И прямо сильно, вот так вот дрочим. Так вот, даже в этом движении я выучил мягкость работы, то есть это можно делать так, чтобы вы натренировали физико-моторику ваших рук, мышечную память, и в итоге делать это аккуратно. Во-первых, это очень часто получается невритом. И полные прерывы звука это раздражающий фактор диджею. Конечно, кажется, что это крутой эффект. А на самом деле это так себе эффект. Потому что из зала это выглядит как зашквар. Ну, это факт. Потому что сделать это точно, это эффект называется трансформ, ну, в таком виде, то сделать это точно, чтобы попадать правильно на сильные и слабые доли, достаточно сложно. И если вы это не умеете делать, то лучше не надо. А самое главное, в моменте, когда вы работаете с фейдером, в этот момент. А самое главное, в моменте, когда вы работаете с фейдером, если вы стучите им по краям, то в какую-то историю отрывается сам фейдер, и оттуда у пультов Пионер вываливается язычок, и фейдер вообще становится невозможной к починке. Его потом только менять. То есть, диджейское оборудование, которым вы пользуетесь, должно управляться нежно, потому что это все-таки не отбойный молоток, не перфоратор, это не экскаватор, это кнопочки, которые, да, рассчитаны на профессиональную работу, но если вы к этому будете относиться хорошо, то вы будете более классным артистом. Но очень хорошо это лечит покупка своего оборудования, когда вы свое точно не будете уничтожать. Поэтому в клубах чаще всего и стоит убитое оборудование, так как резиденты, я надеюсь, вы сейчас себя запомнили, вернее, увидели в этих словах себя, просто играют, типа долбят по кнопкам, я же такой крутой, я посмотрел Джеймса Хайпа или Джеймса Забиэллу, я могу так же, но вот то, о чем я рассказал, научитесь делать так, чтобы движения были нежные. И тогда кнопочки и пульты будут в порядке. Следующий технический зашквар относится, наверное, ну, к технической стороне, но он все-таки происходит именно за пультом. И он имеет свое личное эго или желание как-то красиво выглядеть. Это бухать и курить за вертушками. Я категорически против этого, я понимаю, что это может выглядеть, когда человек играет какой-то минимал или какую-то заумную музыку, покуривает, это так выглядели техно, это выглядит как Штирлиц, который о чем-то важном думает, и тут добавляется драматизма, ну, то есть, такая творческая нить персонажа за пультом. Но эти артисты делают это следующим образом. Они курят, а ведь идет веселье, это же не история из 17 мгновений весны. Начинают играть, и сигарка у них вот так вот аккурат между пальцами. И когда происходит движение, особенно если тот самый трансформ, то пепел падает в аккурат внутрь пульта, и фейдеры убиваются. Точно так же можно отнести к зашкварам, когда кто-то на оборудование ставит свое железо, когда ложат свои телефоны на пуль, на вертушке, меня прям сердце коробится. Ничего не надо ложить на деки, никогда. Когда вы видите, как это кто-то делает, это тоже некое неуважение к оборудованию. И фраза, ну, мне же некуда положить, ну, у тебя же должны быть карманы для своего телефона, ну, у тебя же неужели для телефона нету 10 сантиметров тут? То есть, когда люди, если нету специальных дексейверов, дексейверы это такие штуки, которые ложатся сверху, и там, ну, например, в клубе 3F8 они есть точно. Вот, например, у меня дексейверы есть. Он специально для этого придуман. Если нету дексейвера, никогда ничего не ложите на класть, положить, я не знаю, как правильно, простите, пусть вам режет уши, но, в общем, ничего нельзя ложить на диджейскую деку, потому что это оборудование. В этот момент царапаются вот эти штуки, ну, как бы все царапается, микроцарапины, которые просто приводят оборудование к старости. Это плохо, то есть, потому что все-таки давайте любить технику, с которой мы работаем. И вот сигареты, алкоголь, стаканы, которые стоят рядом, люди, которые могут быть со стаканами, все это надо максимально от оборудования раздвигать. Напишите в комментариях, кого это тоже бесит, потому что масса случаев, когда заливали диджейское оборудование. Потому что это ваша зона работы, и здесь ничего не должно быть, кроме как ваших рук и музыки. Третий технический зашквар, это каждый артист, который работает с этим видом оборудования, должен выучить про провода. Я объясню, почему. Он должен знать, что такое балансные и небалансные провода, что такое RCA Jacky XLR, потому что бывает ситуация, когда провод вылетел, сломался, звук пропал, и вы должны решить это на месте. Ну, потому что здесь очень важно правильно подключать звук. Например, технический зашквар, когда цифровые деки Pioneer подключают в цифровой пульт Pioneer по аналоговым проводам. Я вам покажу разницу в данный момент. И есть у нас там умники, которые там услышали цифру, там еще что-то. Я сейчас еще раз для них специально расскажу, там, комментаторы, инженеры, дизайнеры, там, кто там еще. Это классический провод RCA. И он, как вы видите, имеет левый и правый проводок, то есть левый и правый канал. Я могу подключить эту деку через два разъема и воткнуть в белую и красную дырочку. И здесь в пульте сделать то же самое. И тогда звук пойдет в аналоговый тракт. И этот цифровой пульт будет делать преобразование внутрь, потом обрабатывать это все по цифре и потом делать еще одно. И это нехорошо, потому что у цифровой деки есть цифровой выход. И тогда вы можете, используя только один провод, подключить пульт из цифры в цифру, и тогда лишнего преобразования не будет. Звук будет лучше. Но самый прикол в том, что иногда бывает провод выходит из строя и как бы пара проводов всегда есть, можно потом проводки поменять и звук восстановится. И когда в клубах стоят, например, деки CDJ 2000, вот вся линейка, CDJ 3000, и пульты DJM 900 Nexus, Nexus 2, CDJ, DJM 2000 Nexus, 2000, вообще все пульты пионер, начиная с 900 модели, то там есть цифровые входа, цифровые разъемы созданы для того, чтобы подключать в них цифровые источники звука, и это деки. Вы просто делаете лучше. Это, я считаю, как бы, ну, не изучить немножечко то, с чем работаешь. Это тоже зашквар. Я не знаю, как подключаете вы, напишите, как это делаете, и здесь я расскажу, что бывают коаксиальные провода, и очень часто на них написано слово digital, то есть провода лучше подходящие под такое подключение. Это бывает написано коаксиал или digital out на деке, а на пульте будет написано digital in, то есть цифровой вход, а провода такие тоже на них просто часто написано на коробках прям digital коаксиал или что-то еще, но в любом случае слово digital переводится как цифры, поэтому простонародье их так и называют, а умникам инженерам надо это знать, что есть сленг, есть название, есть точный перевод с английского языка, а конечно маркетинг он такой, но в любом случае это тоже нужно знать, нужно понимать какие провода для каких историй нужны. Теперь немножко про балансные провода, чтобы вы тоже понимали для чего они существуют. Вот у меня здесь подключен синтезатор mutabor и этот синтезатор подключен балансным проводом. Для чего это нужно? Балансные от небалансных проводов отличаются количеством жил, ну то есть того, что передает сигнал. Сейчас не буду углубляться в супертехнические подробности, прочитайте об этом в интернете, вы же умеете искать в поисковиках, я надеюсь. Так вот, балансный провод помогает, если грубо, убирать помехи. Если у вас, например, очень короткий провод, то мало вероятности, что он помех наберет. Или если вы подключаете вот такой цифровой источник сигнала к цифровому пульту по цифре, то тоже маловероятно, что ваш сигнал что-то себя заберет. А когда это происходит? Когда, например, на диджейском столе вот такое многообразие всяких девайсов, железок, блоков питания, разных штук, а еще могут свет китайский воткнуть, или какие-нибудь китайские фонари, типа вот подсветки, как у нас тут, могут прийти видеографы воткнуть блок питания для зарядки своей камеры, кто-то может, как мы в прошлых зашкварах рассказывали про зарядку вайба или этого айкоса там еще чего-то, телефончика телочка пришла подзарядить. Так вот, все это может создавать помехи, потому что складывается змеиная ферма и из проводов могут складываться вот эти наводки, которые в итоге влияют на звук. Для того, чтобы этого не было, а на сценах обычно, когда группы играют и прочее, были придуманы балансные провода. Это нормально, и поэтому синтезаторы, процессоры эффектов внешние, такие как RMX1000 или ReminderFX и прочие подключаются обычно по балансным разъемам, потому что они там есть. И для этого в пультах существуют кроме RCA еще и балансные входы. Например, самый яркий представитель такого количества разъемов, большого количества разъемов с балансом, это пульт Allen Heat к ZONE 96, потому что пульт рассчитан на разного рода гибридные лайвы, потому что производитель понимает, что может быть очень много девайсов и туда будет подключаться все подряд. И тогда мы используем балансные провода для того, чтобы у нас наводок было минимум. Но это может выражаться, какой-нибудь гул у вас начинает появляться или какой-то шум лишний, все это пойдет в людей. Так что про вот это все надо знать. Это ваш зашквар, если вы не выучили, что такое звук, провода, какие они бывают, зачем нужны экранированные провода и чем балансные отличаются от небалансных. Следующий зашквар, который не учитывают такие диджеи спустя рукава, назовем их так. Ну типа я диджей, взял флешку, поскакал в клуб, прибежал в клуб, воткнул флешку, она не работает. У нас есть несколько систем. Основные системы на сегодняшний день это пионер диджей и денон диджей. Вот у нас даже их тут две стоит. Каждая система имеет свой алгоритм работы с файлами и это своя датабейс, то есть архитектура, пути к файлу, деки, компьютера, ну то есть чтобы та оболочка, которая в той или иной деке понимала, где находится тот или иной трек. И у пионер это своя система, а у денон своя. отсюда правильный совет. Если вы понимаете, что будут стоять деки денон, вам нужно взять флешку, на которой будет датабейс только от денон. То есть вы должны проанализировать через engine, она бесплатная, перекинуть свой плейлист, это делается быстро, расставить точки, если они вам нужны, и пойти выступать. В деке денон читают разные флешки, там терабайт, 4 терабайта, жесткие диски, им абсолютно безразницы, но они не читают накопители, которые отформатированы в macOS Extended, то есть фирменная маковская оболочка, которую любят некоторые диджеи, играющие с рекордбокс, потому что у них маки, и они любят, чтобы плейлисты прогружались на эту флешку быстрее. А вот у пионера другие плюсы и минусы. Во-первых, читает macOS Extended, но во-вторых, проблемы с чтением больших флешек, то есть, например, флешка 128, 264, 500 гигабайт жесткие диски, могут быть вопросы. Поэтому, если вы играете на деках пионер, то флешки 32, 64 с быстрой передачей данных, это то, что, скорее всего, будет работать. Обязательно имейте запасную флешку, и желательно, чтобы она отличалась от той, которая у вас основная. Ну, например, есть флешки бар плюс от Samsung, они отличные металлические, но на некоторых деках пионер, по-моему, на 900-х они не читаются или читаются плохо, потому что эти деки любят флешки с пластиковым корпусом, а с металлическим какие-то проблемы. И это я не знаю почему, это просто вот такая вот рулетка. Здесь вопрос в том, что вы должны заранее подумать о том, куда вы идете играть, узнать у организатора или у клуба, какие вертушки там стоят. Если вы хотите играть с флешек, то, пожалуйста, если будете с пионер играть, это должна быть отдельная флешка, то есть на нее нельзя закидывать плейлисты одновременно и Денон, и пионер, а еще до кучи и трактор, и сирата, и прочее. Просто устройство в поиске трека будет видеть задвоенные файлы и может немножко заглючить, что будет неприятно отражаться на ваших сетах. Следующий технический зашквар касается выступления на сцене, а конкретно смены диджеев. Такая интересная тема, у нас был большой выпуск про то, как играть back-to-back, ссылочку на него оставлю в описании, но здесь речь идет о том моменте, когда вы приходите, чтобы занять свое место за пультом. Но вы все готовы, нахохлились, гелем волосы вылезали, вы кожанку одели, флешку приготовили, прибежали, а диджей еще играет. Смотрите, это эмоции, которые я вам могу рассказать, как артист. Играет последний трек у предыдущего диджея, и это его время, очень важно понимать, что у каждого из нас есть свое время выступления. Во-первых, оно должно быть четкое, то есть, если вы придумали, что вы играете час, вам об этом сказали, то вы должны отыграть час. То есть, нельзя залезать своим временем на сет другого артиста, типа, сейчас, подожди, еще один трек, можно два, а три, ну там такое вообще, сейчас будет разнос. Потому что вы такие, хорошо раскачали зал, вам все это нравится, уходить из-за пульта вы не хотите, а у вас есть еще целых два трека, которые разорвут зал, вы это знаете, но вы залезете во время другого артиста, а это его время, здесь зашкварно отбирать его минуты, запомните это. также, сюда же можно отнести, бывают такие персонажи, которые, видя, что сейчас зал очень круто качают, начинает подклиниваться к вашему сету, типа, он такой тоже тут с вами играет, или еще хуже, начинает лезть со своей флешкой, давай по очереди, давай вместе, вот это прямо плохо. Потому что человек, который работает со своим миксом, он что-то там продумал, он как бы не желал, чтобы кто-то еще пришел со своими треками и вклинился в его сет. Весь прикол в том, что back to back должен быть только по обоюдному согласию, ну, как в принципе в очень известном между людьми деле. То есть, как с сексом. А если вы влазите куда-то, то это получается изнасилование, вы насилуете чужой труд. Здесь так делать нехорошо. Так вот, когда происходит момент вот этой интимной смены диджеев, очень важно дать предыдущему артисту доиграть. Это значит, что вот у него играет трек. И, возможно, для него очень важно, чтобы последние секунды этого трека были классными. Он, может быть, придумал, как он закончит и прочее. Вы должны у него аккуратно спросить, до конца будешь доигрывать? У тебя будет аутро? Или что-то еще? Он должен вам на это ответить, потому что это его история. Он может сказать, у меня такое в практике было, что нет, тут типа трек дальше, вторая половина скучная, можешь сводить на этой яме. Окей, человек встает и сводит на этой яме. Но вы должны получить разрешение. И даже если этот человек доигрывает трек до конца, и там последний тунс, 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 и бам, ничего больше нет, и тишина, он ловит свои овации вполне заслуженно. В этот самый момент в другой деке должна быть уже подготовлена флешка, на которой вы точно знаете, какой вы трек запустите, из какого момента. А это значит, что вы должны знать свой материал, вы должны в голове прокрутить, что будет играть следующим. И если вы вдруг не свелись бит в бит с предыдущим треком, то это не то, чтобы не зашквар, а это наоборот нормально. Потому что интро и аутро это очень важные элементы каждого микса. Здесь я хочу в очередной раз напомнить, что у нас был такой выпуск, ссылку на который я также оставлю в описании. посмотрите, как важно использовать интро и аутро в своей работе. А во-вторых, хочу напомнить, что на всех самых крупных фестивалях планеты, на крутых вечеринках диджей почему-то не сводится. Пересмотрите все Tomorrowland'ы, Burning Man'ы, Circle'ы и прочие штуки, где диджей играют друг за другом. Там почему-то один заканчивает, другой начинает. Нет такого, что ну, надо типа свестись, ну давай, я посмотрю, как ты сведешься. Ой, накосячил, ой, типа не тот трек, еще что-то. То есть не надо забирать эти последние минуты у человека, который есть. Сейчас я попрошу Дениса подойти в кадр. Дэн, подойдешь? Потому что к этому зашквару относится еще один очень важный интересный момент. Вот вставай по центру, ну типа, да, типа ты играешь. Да, просто, ну типа ты играешь, да, там. Так, типа я... Да, у тебя последний трек, все, ты там довольный, народ пляшет, у тебя разрыв зала, там все круто, там вообще мощно. Все круто. Да, да. Как это выглядит со стороны? Ну, обратите внимание, мы просто это подмечаем. Угу. Ты меня уже пестишь. Вот. В этот момент типа человек, который, это часто так бывает, все, спасибо. Все, спасибо. Спасибо за сет. Да. В этот момент человек, который доигрывает, он свою эмоцию херит, и он херит весь свой сет, по эмоциям, потому что он должен поставить жирную точку. В творческих продуктах есть очень, и вообще поговорка у профессионалов, театра, там, кино, музыки. Важно хорошо начать и хорошо кончить. Есть такая реально поговорка. Так вот, когда вы это делаете, и, ну, то есть человек переживает, так, мне же там 30 секунд осталось, надо свести, успеть вставить флешку. Он думает о чем? Что ему надо вставить флешку. Она должна прогрузиться, а вдруг что-то пойдет не так. Надо выбрать нужный трек. Ой, а эмоция поменялась, теперь я выберу другой нужный трек. Ой, а что-то еще мне нужно сделать. И на все это он закладывает сколько-то минут у человека еще играет трек. Он только поставил свою финальную, очень важную, жирную точку в миксе и в эмоциях, которые дарят народу. И кто-то появляется и забирает у него вот этот очень важный момент. Здесь для этого вы должны заранее проверить флешки. Было очень приятно на сказке. У нас был саундчек когда на сказке Нирвана юбилейный в субботу у нас с трех часов дня до следующего дня девяти утра был шоукейс Сова от школы про стерео. И было выделено на саундчек два часа. Абсолютно каждый выпускник школы, который был заявлен в лайнапе, подошел и проверил свою флешку на момент работоспособности на деках, которые уже были установлены на сцене. И я сначала подбешивался, у нас же вроде там барабаны надо настроить, вокалистку, у Дениса гибридный лайф, у одного выпускника гибридный лайф. Все такое сложное, мы все такие невероятные. Потом я такой думаю, блин, ну мы же их этому учили. Ну молодцы же, но пришли, проверили реально свой материал, потому что они в лесу до их выступления несколько часов, и возможно, если с флешкой что-то не так, они попытаются решить вопрос. Вот в момент саундчека как раз и надо подходить и проверять свои материалы. Или очень аккуратно смотреть, что где играет, чтобы, не дай бог, не испортить сет своему коллеге. Здесь мы переходим к следующему моменту. Это игра с компьютера или своего сетапа. Ну, потому что когда человек играет с ПК, он приносит свой ПК. На столе сейчас стоит несколько стоек, они разные, и это не просто так, здесь вы видите какой-то набор оборудования. Это оборудование расставлено так, как мне удобно. Если это сложный сетап, вот как здесь, то есть там три процессора обработки, два синтезатора, процессор эффектов с перкуссией, все это закоммутировано, какие-то ну, невероятные роутинги и прочее, то это точно только саундчек. Это всегда приходить заранее, отстраиваться, проводить провода, желательно, чтобы они были цветные, чтобы вы понимали, где конкретно ваши, и потом не выдернуть какой-то из них. И здесь очень важно понимать следующее. Зашкварно не думать о том, что деки или пульты могут быть плохо подключены. Бывали такие ситуации, когда человек двигая деку или пульт просто вырывал провод питания и все гасло. Такие моменты тоже есть. Но очень важно понимать, что для того, чтобы играть со своего сетапа, нужно продумать заранее место, где вы будете его располагать и как вы будете максимально быстро его демонтировать, если потом вам надо уехать куда-то. На поезд, в другой клуб, город или планету, неважно. Важно, что если вы используете доп. оборудование, которое интегрируется в основной сетап, это должно быть минимально напряжено для других участников вашего выступления. Поэтому это делается заранее. Так что если вдруг у вас сложный сетап, а вы начинаете так же, как было показано, ставить стойки, переключать провода и прочее, это все очень плохо. Когда я так делаю, я стараюсь это делать очень аккуратно. То есть в процессе своего сета я понимаю, что я буду делать. И первое, что я делаю, это вырываю все провода, которые имеют разные цвета, и потом уже диджей играет, а я могу просто стоять сбоку и просто их вытягивать вот так. Ну то есть стою и вытягиваю, потому что человек уже играет, а все остальное уже, ну то есть провода это важно. И именно поэтому я выбираю такие провода, которые максимально круто скользят, не цепляются за другие, которые я вижу, что это мои. Я понимаю, какой цвет от какого устройства, я понимаю свои блоки питания и очень часто вожу с собой даже свой удлинитель, который я воткнул все свои розетки и всего лишь одну розетку потом куда-то в стороне, чтобы потом выдернуть только ее, не выдернув случайно какие-то деки. А у меня такие истории были. Один раз мы выступали лайвом во Вьетнаме с Шиповаловым, с Ильей, это был какой-то опен-эйр в лесу, он на гитаре, я играю там на одном синте и диджейской установке. И в общем-то ситуация такая, что перед нами играла тоже какая-то группа и у них тоже был компьютер с облетоном и в общем я смотрю ну компьютер, окей, а мне нужно было подключить свою розетку и у него был блок питания. Я блок питания мака его вытащил и все погасло, потому что оказалось, что у его мака батарейка не держала, он работать мог только от блока питания. Это было грустно. И музыка такая все, облетон встал, ну нет, звука нет, больше ничего не происходит. Такие моменты очень важны, то есть эти факапы просто говорят о том, что вы о чем-то не подумали, а если вы нагружаете свой микс какими-то сложными элементами, думать об этом обязаны только вы, а не кто-то другой за вас. Седьмой технический зашквар это гигиена. Мы про это как бы рассказывали в выпусках про наушники, но все равно. Гигиена очень важна, поэтому когда вы встаете за пульт, желательно помыть перед этим руки и после тоже. Так как вы не знаете, кто за эти ручки брался до вас, где он ковырялся, мы про муди рассказывали в выпуске про зашквары, о котором вы так хорошо отзывались. И здесь я просто дополню этим моментом наушники. Вы работаете с наушниками, наушники через уши передают грибок, потому что в ушах тоже очень тонкая слизистая, которая может посадить вам слух и прочее. Ну, то есть, если не она посадит вам слух, а грибок, который вы получите, если возьмете чужие наушники. Точно так же, вы когда даете свои, вы должны понимать, что вы можете получить ушную инфекцию, а некоторые из них лечатся около года антибиотиками, кучей лекарств и прочее, вплоть до просадки слуха. Поэтому наушники не стоит, то есть, мыть руки всегда, и до, и после желательно, и потом наушники передавать кому-то, а бы кому я точно не стал бы. Это как ваши трусы или прокладка, простите, девочки, но примерно так. Вы же не дадите свою прокладку никому. Трусы, я сейчас понимаю, мерзко было, сейчас кто-то может быть даже новые, да, Денис правильно говорит, новые дают, если там выручить подружку случайно. Да, есть такое. Я понимаю, мерзкая тема, но чё поделать. Такой канал. Зашквар номер 8. Это, я о нём уже коротко сказал, это не лезть в бэк-тубэк, если тебя не позвали. Я почти всё об этом рассказал, но очень важно понимать, неважно, какое вы комьюнити, дружное, недружное, слаженное, не слаженное, бэк-тубэк это всегда очень большая ответственность. И хорошие бэк-тубэки это когда люди сыгранные и они понимают, какой материал они используют. Обычно они играют один и тот же материал, ну такие, например, как стереопорно, это слаженный бэк-тубэк. А бывает так, что человек видит, что как бы классно, весело, и он такой начинает подмастрякиваться в этот микс, добавляться, как типа, что я тоже поиграю. Поэтому так же, как нельзя лезть в микс в моменте, когда заканчивается чей-то сет, то есть нужно делать это очень аккуратно, используя интро, аутро и очень такое уважительное отношение к своему коллеге. Точно так же нельзя напрашиваться на бэк-тубэк, потому что в принципе история бэк-тубэков это не столько про идеальную музыку, сколько про веселье и про то, что это круто выглядит. Но об этом еще раз напомню, есть специальный выпуск, где я подробно про это рассказываю. Посмотрите его, эта тема очень интересная. Ну и последний зашквар, о котором я расскажу сейчас, тоже технический, но уже относится к организаторам, к ордиректорам, к клубам, к тем людям, которые радостно нас принимают свои объятия, когда хотят, чтобы на артиста собрался народ, а клуб заработал много денег. В общем-то, те люди, которые организуют тусовки или являются какими-то управленцами, понимают, что у них на диджейском столе существует какой-то диджейский сетап. Ну вот, когда строили клуб или бар или ресторан, покупали там светильники, диваны, столы изготавливали, мебель, посуду для бара и купили какую-то диджейскую установку. Неважно, какая она, они ее поставили и сделали так, чтобы проводки, которые вот, ну, к ним подключены, торчали из какой-то дырки и если вдруг кто-то, простите, из отверстия, то опять найдутся графоманы, и если кто-то вдруг принес какой-то другой сетап, то эти провода не тянутся дальше, то есть запас проводов на то, чтобы подключаться другим артистам, он отсутствует. А розетки, они где-то там запрятаны, под сабвуферами, там невероятно, то есть непродуманные моменты подключения других артистов. и люди, которые говорят, у нас стоит вот этот сетап, и ты должен играть только на нем, такой технический фашизм, только так и никак, иначе тебе нельзя играть, потому что ты должен быть вот такой вот, как все. Вот, а грустно, потому что кто-то хочет играть с трактора, кто-то с серата, кто-то с ДВС, кто-то с рекордбокс, кто-то с виртуал-диджей, кто-то, как я, с Деном, Рейн и других брендов, и это все должно быть по идее организаторам продумано, то есть он собирает вечеринку, если мы говорим про организаторы вечеринки, там проще, можно заказать стол побольше, зная, какие артисты играют, когда речь идет о клубе, надо продумывать, чтобы это оборудование можно было двигать влево-вправо, можно было удобно убрать, например, банально, у нас есть дека, кто-то пришел со своей или контроллером, который надо куда-то поставить, не купили дек-сейверы, на которые можно это все положить и разместить, надо иметь просто нишу, в которую можно эту деку убрать, а потом оттуда ее быстро достать и поставить обратно, то есть продуманность проводов, подключений и самое главное, я надеюсь, меня сейчас смотрят эти люди, организаторы, которые устраивают тот самый вот этот вот, как сказать, лагерный режим, пожалуйста, вы должны понимать, что ваша основная задача, как организаторов, арт-директоров и владельцев помогать артисту выступить с той творческой задумкой, с которой он к вам пришел, на то он и артист, никто и никогда не диктует правила, в какой микрофон вокалисту петь, на какой гитаре играть гитаристу, на каком синтезаторе клавишнику, всегда артист выбирает себе устройство, на котором он хочет работать, а задача организатора и технических работников помочь ему в настройке, в подключении, чтобы все прошло хорошо. Вы в этом заинтересованы, вы должны быть заинтересованы в результате крутого артиста, чтобы он максимально раскрылся, как артист, а не ютился вот так вот, потому что вы так вот поставили и ничего никуда двигать нельзя. Это неверно. Надо переосмыслить. Такие заведения, к сожалению, есть, им просто не хочется ничего двигать, там что-то вдруг сломается, потом чинить, мы там попадем на деньги, там куча аргументов. А на самом деле нужно просто продумать правильные провода, нанять один раз, если вы там не держите технического работника на постоянке, один раз, чтобы вам все это сделали с учетом ТЗ, продумать место звукорежиссерского пульта, в который проще подключаться, чтобы не дергали, например, диджейский пульт, у которого даже банально куча разъемов не хватает, а чтобы это где-то было в удобном месте. Масса есть вариантов, крепления на стену, в столы, продумать мебель и прочее. Просто это надо делать, а не просто, типа, поставить дыки на стол и сказать, играйте только вот так. Это реально технический зашквар, которым мы иногда сталкиваемся, но так как мы артисты уже взрослые, мы все равно играем так, как мы хотим, потому что на то мы и артисты. Ну что, на этой ноте я буду заканчивать. Я бы хотел вас попросить написать комментарий, о каких зашкварах в организации мероприятий, в том, как работает клуб, в рекламе, возможно, или в построении лайнапа, или про праздники вы бы хотели еще узнать. Ну то есть, что бы вы хотели узнать более широко, что вас беспокоит в этой профессии. Я постараюсь сделать такое видео, по крайней мере, ну, судя по вашим реакциям, вам такие видео нравятся, однако, может быть, и нет. И сейчас вы дополните какие-то технические зашквары, о чем тоже пишите в комментарии, с чем сталкиваетесь вы в своей профессиональной работе диджея. Что вас бесит? Что бы вы хотели изменить? Что бы вы хотели, чтобы в клубах вам предоставляли или организаторы? Ну и, может быть, вот такими усилиями мы потихонечку победим нерадивых и, ну, скажем так, не сильно заботящихся о нас, об артистах, людях. То есть, мы перевернем игру и получится, что все будут об этом задумываться, от чего будет выигрывать и заведение, и вы, а самая главная публика, которая будет получать более раскрепощенных, хорошо справляющихся со своей работой артистов, у которых как можно меньше случается технических факапов. Это были зашквары о диджеинге. Как мы видим, в мире диджеинга, как и в мире любой профессии, существует большое количество тех вещей, которых стоит избегать. Это поможет вам гораздо больше стать профессионалом, чем те люди, которые на это на все забивают. Самое главное помнить, когда мы выходим на сцену, занимаемся творческим ремеслом, мы должны быть чистоплотны, мы должны любить аппаратуру, должны думать о коллегах, потому что тогда вы будете тем человеком, которого будут ставить в пример. А это еще один такой маленький рекламный крючочек, потому что о вас будут говорить хорошо. Будьте просто радушны к тому, чем занимаетесь, и не плюте в колодец, с которого вы сами же и пьете. И тогда вам будет работаться легче. На самом деле у профессиональных артистов большого уровня вот эти все правила работают. То есть и саундчеки, и проверка проводов, и отношение к своему ремеслу, музыки, репетиции, чтобы все было идеально, потому что вот тот самый момент, когда ты выходишь на сцену, это же эпогей того, чем вы занимаетесь. Вы собираете треки, готовитесь, предвкушаете эмоции, а потом выходите, чтобы вот прямо запомнить это мгновение. И люди должны запомнить его вместе с вами, чтобы все было так, как надо и запланировано. Просто выполняйте эти самые простые правила. Ну а на этом этот выпуск закончен. С вами был Тага на канале Школы Про Стерео. Увидимся в следующих выпусках. Продолжение следует...